Беларусь-2 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 пропал без весток на территории Беларуси. Однако Диме Навито, я же треба будет высветлить. Если будет мир, будет жизнь. Поэтому главная наша задача еще раз молодому поколению показать, что война это самое страшное, что может быть в мире. Поэтому они установят связи. Дети это послы особого склада. Когда они возрождены, конечно, они же не будут друг в друга стрелять. Они будут делать все возможное, чтобы был мир и дружба на планете. Зараз выхованцы шмат профильного центра додатковой адукации детей и молоди ведут пошуковую прац в удочинении до инших солдат. Сероят их есть урадженцы Украины, Башкортостана, Казахстана и инших краин. Над один момент запыты на кированы у Ярославскую и Курскую в области. И махчима уже прост некольки тыдня. Свояки еще двух загинувших солдат доведаются про место похования своих героичных протков. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. Завершается подрыхтока до проведения первых областного конкурса «Миссис Гомель». Его удельницами станут жанчины, яке знаходятся у шлюбе и мают детей. Кто претендует на титул самой пригожей мати и яким потребованиям повинны отповедать конкурсантки, ведают наши корреспонденты. У першыню идею проведения конкурса «Миссис Гомель» агучили еще в 2009-м. Правда, организовать его оказалось не так просто, але селета идея уреште стала реальностью. Наприканцы Кастричника провели кастинг жанчин, який знаходятся у шлюбе и мают детей. Пришим до разгляду прималися заявы зусей в области. По выниках одобрали 15 лепших, пригожих с внешне и с творшими сдольностями. Галлонный прыс и семейный тур по Европе. Хоть сам факт уделу в финале для шматкого уже перемога. Организаторы кажут, что на великие нагрузки конкурсантки не скардятся, хоть займаться приходится шмат. Пришим не только в центре моды и пригожости, але и в тренажерной зале. Даречи жанчин, які працуюсь на предприемствах, на час тренировок от работы вызволяют. Тут за организаторами полное разумение. Навод на финал обещали прислать группы подтримки. Имя миссис Гомеля, даречи, станет вядома 10-го снежня, коли конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра и покажуть усе свои таленты. Нужно будет показать как раз таки свои артистические способности, умение искусства дефиле, которому они учатся сейчас, вот уже на протяжении недели и еще впереди недели подготовки. Девушки занимаются своей внешностью, хореографией, танцами, дефиле и все это покажут на сцене 10-го декабря во время мероприятия. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Йовген Макеенко. Отель радиокомпания Гомель. Глядите, сегодня у 18.10 у промым эфиры телеканала Беларусь-2 новый выпуск программы Дэялог. Гость студы, директор, мастацкий керауник Центра моды и прыгажості Крыштальная нимфа Клим Андреев. Свое питание можно задать по телефоне промога эфира у Гомелі 77 68 45. У Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны пройшла творчая сустреча студентов с галонным редактором Московского часописа юнацтва Валерием Дударовым. Напереда дні літературных славянских сустреч уздымаліся пытані сучасной літературы і перспікты удрукованных сімі. Юнацтва – унікальний літературно-мастацкий часопис, який не спыняв свою дейнасць с 1955 года. Сюлята вийшов друк 719-й нумар-выданні, дэвіз якого – у кожного юнацтва павінна быць сваё юнацтва. Галонный редактор Валірий Дударов на конферэнцій у Гомелі пропанаваў до обмеркавання надзённое пытання об уплыве інтернету на лёзд рукованых СМІ. Азначыв, што для часописа сусетная сетка – толькі технічны сродак, а не пляцовка творчасті. В інтернэте мы размещаем журнал. Ё можно найти, можно прочитать, есть сайт. Но это не значит, што мы ушли в інтернет. Мы это воспринимаем, как просто доступность. Асновной темой вядомы была сучасная література. Валірий Дударов упэўніны – электронные гаджеты не вытісні з друкаваные книги, хоць бы тому, што у электронную книгу немагчыма усталіваць знак «капірайд». А гэта ўжо пытання аутарскага права. І гэта была пошній інформація выпуску. У студы працывала Наталья Ігнатенка. Я і мае калеги жыдаем вам плённага дня. До новых сустрэчу эфіры.